Нифига себе, сколько машин на одном автовозе. Я ни разу столько не видел. Только посчитаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, два, три, четыре, шесть, пятнадцать, шестнадцать. Шестнадцать машин, что ли? Это жесть вообще. Короче, заправился. Денадцать пятый бензин под горло заправил. Сейчас проводил стрим на ютубе, посоветовали клемму скинуть с аккумулятора. Хорошо, что ключик на десять есть. Надеюсь, ничего у меня не заблокируется. Ни машина, ничего. Плюсовую клемму скидываю. О, блин, посмотри, где тут вариатор-то. Щупка от вариатора. Надо с фонариком, наверное, доискать. Что, поди, хватит? Опа! Ну, не знаю, если клемма поможет, это вообще будет жесть. Так, чек погас. Интересно. Реально выходишь на две минуты и весь продрогаешь. Сейчас попробую прокатиться. Офигеть, сработало, блин! Я аж на радостях тестировали. Поехал уже из Чернышевска, выехал. Ладно, где-нибудь ночевку буду искать чуть подальше. За ракет по-прежнему давит. Блин, реально, вот бенз налил, блин, может быть, просто надо было клемму скинуть сразу. Ну, как же, чужие, я так не догадался, блин. Давно у меня не было вот этих движок таких с машиной каких-то ремонтных. Как-то, блин, элементарно же клемму скинуть, да? Ну, все, шагаем дальше. Короче, решил тормозиться на ночлег я. Тут вот фура в основном, там он филдер стоит. И вот еще один перегончик. Кафешка сразу тут в Чернышевском, потому что думаю, дальше не ехать, охота спать уже. Это жесть. Все, спокойной ночи всем. А я смотрю, у людей-то холоднее, чем у меня. Вон стекла все запотевшие. И там по трассе, когда видел народ. Так что у меня еще не самое, у меня даже сзади все теплое. Все, все вообще ничего, блин, и делал его нет. О, 8 утра уже. Ну, я вам скажу, прям на грани. Прям на грани по теплоте. Прохладно, все, даже прохладненько. Такой вот спальный мешок. Пуховой. Ну, не знаю, сколько здесь градусов сейчас. Ну, он вроде на минус 7 рассчитан. В задней части очень холодно. В передней части печка-то дует. В принципе, это жарко достаточно. Кстати, вот такие вот валеночки тоже пуховые на мне были. Ногам тепло. А вот здесь вот прохладно. Наверное, в куртке надо туда залазить. Если в куртке залезу, то нормально будет. 38 на улице. Смотрите, какая катушка реально под машиной. Целая ледышка примерно со стакан и продолжает капать. То есть, когда так спите ночью, обязательно машину нужно ставить немного вверх носом, чтобы вода скапывала, а не забивала глушитель. Фу, реально. Выходишь на улицу на 5 секунд. Все. Этого хватает. Так, ну что, задние колеса мы уже, это, ремонтировали. Еще передние не ремонтированы. Е-мое, надеюсь, не придется. Вон, рассвет красивый какой. Фура вон, Новосибирск, Барнаул. Легавушек, кстати, уже ни одной нет. Одна, а была-то одна. Татарстан, Москва. То есть, тут все вообще. Тут все вообще офигевают от этой погоды. Блин, вот эта дорога начинается так резко после Чернышевска. Сейчас залетел, что она на скорости. Так что, кто поедет, аккуратно будьте. О, жесть вообще. Ходовочку размял. Шаномонтаж. Первое колесо, если мне стоило 250 рублей, то в Чернышевске уже всего лишь 100. Причем мне там и заклеили, но, правда, с моим жгутом. Так что, вот, цены гуляют. Наша намонтажка. Вверх-вниз. Ну что, расцвело у нас за бортом. По-прежнему, вот сейчас только что минус 40 было, минус 39. Ну так гуляет. Знаете, что-то раздеваться сегодня не хочется уже. То ли я промерз, то ли машина промерзает. Постепенно холоднее становится. Но окна не замерзают. Многие машины, да и даже я с Владика ехал. До Хабаровска у меня, в принципе, замерзало окно. То есть, холодно, да, но окна не замерзают. Вентиляция хорошая, наверное. У меня, наверное, причем у меня направлено вот так еду. То есть, потоки воздуха в рот и в ноги на стекло я даже не направляю. Интересный такой эффект. Даже задняя полусфера, она вся чистенькая у меня. План такой сегодня доехать, проехать Читу, доехать до Улан-Удэ и там где-нибудь затусить. Там вроде попутчики у меня были, не знаю, сорвутся. Нет, пока доезжаешь обычно, все срываются уже. Потому что ехать долго. Не учитываются ночевки вот эти в расчете, в программе. Но это, пожалуй, мы видим. Надо еще до 4 сначала доехать. Потому что что-то с такими этими поломками, как вчера было, я вообще что-то, не знаю, расстроился, если честно. Вот она деревушка как на ладони. У всех печки топятся. Ветер, блин, как всегда в лицо. Прям против ветра еду. Прям аккуратненько, аккуратненько против ветра. Люди выживают с печками, с печным отоплением. Здесь, в этих местах, шаракет давит. И здесь, я не знаю, наверное, всю зиму или ползимы. Офигеть, вон скотина гуляет. Коровы реально стоят. В минус 40 они там не мерзнут. Да, вот он, спасительный лукойл. Ой, не лукойл, а что это? Роснефть. Здесь нифига себе. Пробочка какая. С дешевым бензином. Вон, смотрите, 48. 50 рублей 30 копеек. А я вчера заправлялся по 57. Так, и что, мы тут не проедем, что ли? Фу, что-то от холода это аж дыхание перехватывает. Блин, а вот туалет здесь не работает, к сожалению. А так мечтаешь о теплом туалете, да? В такую погоду. Ну, ладно, буду искать где-то кафешку. Что-то как-то заметно на этой машине такой эффект, знаете, голова, блин, каждый день от него аж болит. Когда вот так лежит голова на подголовнике, и вот так ее болтает постоянно. В принципе, машину не качает, ничего, ну, нормально все, не стучит по ходовке, я имею в виду. Ну, вот так вот, а у тебя голова вот так вот, а весь день. И, ладно, первый день обычно болит, потом привыкает. Но тут что-то каждый день такой эффект, что не сильно прям болит, но, короче, неприятные какие-то ощущения от этого. Так, у нас, значит, кафе Анна. Немноголюдно здесь, но все равно посмотрим. Хочется что-то уже горяченького, хотя бы воды в термос налить. Кафешка, ну, честно скажу, так... Ну, так, не знаю, кашу, ну, такая не очень она как-то. Не знаю, что не так, но как-то не очень. Я вкуснее готовлю. Но зато не отказались набрать мне термосочек, вот этот, горячей воды. В принципе, уже раза 3-4 я просил за дорогу в кафешках. Нигде не отказывают хоть, ну, и пол-литра воды, наверное, набрать. Но он как бы и не совсем маленький, ну, и не огромный термос, да, самый такой. Кстати, подарок подписчиков в Москве ребята подарили мне, когда на разровере я там ехал. Спасибо большое, очень качественная вещь. Термокружка, или как его там назвать правильно? Ну, вот сейчас прям вообще выручает. Вот он, гейкар наш, едем. Горы, сопки, природа. Чита, Бурятия. Сегодня надо до АУД добраться как-то. ехать 700 где-то, или сколько, я не помню, сколько с Читы до АУД 600. Блин, перчатки, походу, там в этой кафешке забыл. Ничего не оставляйте сбоку. Наверное, на стул кинул, блин, что я не помню вообще, куда я делал. Да, на стул кинул рядом. Все надо по карманам распихивать. Такие дорожки, блин, возле кафешек. В минусовую погоду, в холодную, они вообще не на пользу прям машине. Температура воздуха минус 34. Вот, подтверждает, в принципе, градусник. Здесь, сейчас здесь на улице стоял градусник. Температура дороги минус 30. Ну, вот это, по датчику. Погодка хорошая. Смотрите, здесь разделительная полоса какая. Со звуковым сопровождением. Такой звук, блин. Интересно, для шин это не вредно? Блин, извиняюсь за подробности, но... В такую погоду, в минус 35, да, я готов заплатить за туалет, за нормальный. Вот еду, я не могу найти нормального. Просто заходишь, и такое ощущение, что они либо скрывают его, ну, там сразу же видно умывальник в холодном, этот, при баннике. Ну, короче, это вообще настолько, как бы, по отношению к людям, как-то, не знаю, ставить даже умывальник в таком помещении. На улице минус 35 сейчас, да, и вот он стоит, умывальник, в неотапливаемом помещении, вот в этом предбаннике. И, ну, то есть заходишь, туалета там отсутствует, как класс. Интересно, они сами умываются тоже в таком умывальнике, там, на улице? Ну, короче, такое себе. На заправках, как назло, туалеты даже на Руснесте везде. Извините, не работает по каким-то причинам. То ли там перемерзает у них все, то ли и что. Очередная кафешка называется Компот. Блин, опять подъезд такой, а вот охота здесь машину кинуть и просто добежать. Я так и сделаю, я не поеду по этим камням всем. А Компот? А Компот бесплатно? Как так? Что там еще бесплатного есть, интересно? Туалет на улице. Не, ну это уже прикол вообще. Туалет на улице у всех. Это что за моду такая? На улице. Какая улица? Вот что, минус 35. Да, блин. Что-то не обращал я на это раньше внимания. А, ну я здесь раньше и не ездил по зимам особо часто. Один раз. И то до Байкала доезжал только. Вон нифига фуру всю за это замотали. Видимо замерзло. Вот опять датчик. Получается температура воздуха 32. Температура дороги 26. Оттеплеет, однако, блин, с запасками. Мучаются люди. Я вспомнил про свои приключения. Ну, благо колесики маленькие. В принципе, как от Лего снимаются колесики. Вот если на какой-нибудь другой машине большой, это был бы другой разговор, конечно. О, земляк, Новосибирск. Нифига себе, больше 3000 километров от дома. А вот, видите, земляка встретил. Так, пост ДПС смотрим. Чего у нас тут на посту, какая движуха. Инспектора стоят, покуривают, разговаривают о своем. Все спокойно. Блин, на Роснефти туалет не работает. Чего-то вообще жесть какой-то, флешмоб. Везде они... Они что, в одном месте табличку эту распечатали? Извините, приносим извинения. Туалет не работает. Ужас, ужас. Вот кафешка еще есть. Ну, бл... Я вообще в шоке, если честно. Слушай, на монтаж кафешка. Фу, наконец-то. Ё-моё, спасибо кафе Баян Зодчин. Или Баян... Что за Баян, не знаю. Но вы реально крутые. Я, конечно, еще раз извиняюсь за такую, как бы, правду жизни, так сказать. За такую подноготную, что я ее показываю. Но это реально вот жиза трассовая. Зимой мороз давит, туалета нету нормального. Вообще, 200 километров. Я уже начал в каждую кафешку. Последние 150 километров я в каждую кафешку начал заезжать. В каждую. Кое-где умывальник есть. Но с холодной водой. Туалета нигде нету. Везде, как это, одна табличка распечатана. Вот в Улан-Удэ первое место, где вот я за вонючими КамАЗами еду. И хочется обогнать. Ну, в общем, первое место, где такое, как бы, это, плотничок вообще пошел. Встречка там, знаете. Нормально, турбовая пушка гонит как надо. Эх, по Дулан-Удэ бы давно бы уже сделать ребятам этот участок. Что-то совсем он такой запущен. Еще и трактор, видимо, проехал. Это вообще жесть какая-то. Что-то я с колесами уже набегался в эту поездку. В этот перегон, в этот автопробег. А тут такие камни острые бывают. Да и вообще эта гребенка, блин, может попробовать поехать вон там. Но она, по-моему, здесь недолго, насколько я помню. Да, все кончилось нормально. Вон они, погнали, красавца. Это Toyota C-HR, что ли, называется. Типа, типа Nissan Juke. Кстати, она не популярная. Не знаю, продаются они у нас или нет. В Сибирь поехала. Ё-моё, там жестят, что-то жестят. Грузовички вон подпирают. Нифига тут природа пошла. Вон вообще снега нету, вообще снега нету. Как так? Просто земля вон. Это еще Забаевикальский край, вот А4, может 50 отъехали. Офигеть, вообще вон снега вообще нету. Река Сестреница. В общем, потеплело уже до минус 24. Кстати, расход снизился сейчас. 15,3 километра я на литре могу проехать. То есть это уже значительно меньше 7 литров. До Иркутска ровно 1000 километров. 1000 Черемухова здесь получается у нас. Жалею, что на Роснефти не заправился еще и в Иркутске. Хотя там очередь и вообще жесть. Вот там, куда я хотел в туалет сходить. Там просто что-то бибикали друг к другу. Ну, понимаете, бензин на 5 рублей дешевле. Везде 52 рубля, а там 47. Причем вот в городе уже. Это в городе, это не то, что там на трассе. Понятно дело, 5 рублей. Причем заправка сетевая такая крутая, в принципе. Не какая-то там нонеймовская. Так что буду сейчас высматривать. Осталось мне где-то 100-150 максимум на этом бензине. Меньше полбака осталось. Как вам черные стоечки-то у этого автомобиля вообще? Нормально? Решают черные стойки? Многие ценят, а если черный потолок, это вообще вышка. Здесь хотя бы... О! А средняя стойка не черная, только передние. Интересное решение. Ну-ка, а сзади? Сзади все белое тоже. Вот, только передние стойки черными. Ну, это кейкар, что вы хотите. Вот, был бы там полторашка какая-то, полуторалитровый мотор. Сделали бы полностью все черные. На стриме вчера ребята говорили, что в Сибири-то тепло. Так что скоро тепло будет. Надеюсь, снегопадов, главное, не будет жестких. Пусть будет тепло, но без снегопадов как-нибудь. Не, ну смотрите, снега тут... Тут вообще вон они поля. Сюда снег не завезли, прикиньте. Ну, это по сути вот чета, окрестности Четы. Интересно вообще, как, как так, блин. Короче, надо запомнить этот день. Только что я заправился по 55 рублей 50 копеек. Полный бак. Это жесть вообще. А тут просто я помню особо дешевых и не будет заправок сейчас. А что-то машина начала опять подтупливать. На круизе шел по прямой. Смотрю, обороты выросли. Сразу на заправку заехал. Пятого, короче, прюхнул. Ну, это жесть вообще. Разорение какое-то началось. И все из-за того, что маленький запас хода. Маленький бак и большой расход. Ну как, относительно большой. Не, че-то нифига. Ошибка не загорелась, но машина эта. Как-то это плохо. Сейчас пойду клеву опять снимать. Едет плохо. Да, че-то мозг колупает машинка. Хоть потеплее маленько стало. На улицу можно выйти и не прыгать здесь. Подождем. Это она вчера масло капнула. Это майонанная картонка. Все на месте. Че тут? А, вот он патрубок к турбине подходит, да? Ну, ой, целый вроде патрубок. Антифриз. Антифриз на месте. Расширительный бачок. Как он откручивается здесь? Ну, он такой там, маленько это. На поверхности у него маленько видно, что гранулы появились какие-то. Так, все, включаем. Вон номер кузова. На Дейзи у меня был под сиденьем. Надеюсь, надеюсь, сейчас все уладится. Что ж такое-то, а? Коврик вытряхнуть хоть, что ли? Ручник держит хорошо. Не, что-то нифига. Едет хреново вообще. Я-то понаделся, думал, все отремонтировалось. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова